Противозачаточные Вика, приходи! Тут у меня такое! Яна! Что случилось? Он что, тебя ударил? А, скотина такая! Ничего-ничего! Мы его по судам затаскаем! Нет, не ударил! Пока! Но когда узнает? А, понятно! Ну, во-первых, не факт, что узнает! Он, мой Сашка, живет в счастливом неведении и доволен! А во-вторых, ой, ну с кем не бывает! Вика, ты правда так думаешь? Конечно! Измена — это не самое страшное! Вот я помню! У меня двух гривен на маршрутку на проезд не хватало! А у него в Таврии печка! И ты знаешь, вот как ты так хорошо стал на душе! Тепло! Душа прям развернулась! Вика, ну при чем здесь это? Боже, Вика, ну я боюсь! А ты не бойся! Не бойся! Ты чего? Я с тобой! Я с твоей подругой! Да я, в крайнем случае, своим телом прикрою твое! Ну, на сколько хватит моего тела? Вика, я ему не изменяла! Нет? Нет! А что тогда? А он тебя изменил! А-а-а! Тогда мы у него вот эту хату отсудим! Сколько тут квадратов? Вика, и он мне не изменял! А что я вообще-то пришла? Я не понимаю! Я... Я... Яна... Тихо! Не бойся! Не бойся! Ты помни главное! Мы с тобой подруги! Слышишь? Подруги! Я никогда, никогда тебя не брошу! Поняла? Я разбила машину! Извини, подруга, это без меня! Вика, Вика, пожалуйста! Останься, Вика! Не-не-не-не-не-не! Мы не договаривались! Я не хочу лечь вот тут рядом с тобой! Я думала так! Сходила разочек налево! Ну, может, второй! Ну, может, третий! Ну, разбила машину! Нет, спасибо! Это без меня! Вика, если ты уйдешь, я расскажу Саше про таврию и про печку! Да, лжебог подруга! Ну, хорошо, хорошо! У нас все равно мало времени! Так, первым делом тебе надо принять буддизм! Зачем? Ну, когда ты знаешь, что после этой жизни есть еще одна! С этой не так сложно расстаться! О, Вика! Вика! Эх! Жалко, что ты ее после восьмого марта разбила! Почему? Это мог быть подарок! О, Вика, дурно, ты делала! Слюни подобрала! Сейчас! Оружие в доме есть? Ты думаешь, проще застрелиться? Ты что, дура? Я думала, перепрятать надо! Хотя... Та не, лучше перепрятать! Ага! Что дальше? Дальше! Когда он придет, ты сразу говоришь, что разбила машину, а потом, вдогоночку, говоришь, что бросаешь его! Зачем? Ну, это такой приемчик! Как бы ты вначале говоришь плохую новость, а потом еще хуже! И про первую как бы забывается! Вот твой Сашка, например, на второй минуте расклеился! Говорит, это все лишь железяка, главное, что с тобой ничего не случилось! Ага, ага... А если не поможет? А если не поможет? Ну, тогда ты скажешь, я беременна! А-а-а! Только уточни, что от него! А то я не уточнила, и вот, видишь, горбинка осталась! А-а-а! Ну и самое главное, веди себя естественно! Будто бы вообще ничего не произошло! Не принес... А-а-а! Это что, он, да? Он? А-а-а! Главное помни! Естественно! А-а-а! Ой, мой любименький! Мой мужественный муж пришел! Я тебе подарок купила! Свеженький, ароматный! Мой мужественный муж! Мой мужественный муж! Достаточно! А-а-а! Иоанна, ты чё! Это, по-твоему, естественно? Я себя так веду после того, как пятый айфон утопила! А-а-а! Так пятый, это же старьё! Пятый по счёту! Седьмой айфон! А-а-а! Тапочка, присаживайся, мой любименький. Иду, иду, да, ну и денёчек. Устал, да? Ой, да. Давайте я помогу. Я принесу твои любимые тапочки. Подожди, а где твой пёс, который только и умеет, что приносить тапочки и гадить на ковёр? Я его отправила в питомник. В питомник? Ты же его так любишь. Это был самообман. Ты знаешь, я подумала, что не нужно, чтобы в доме что-то раздражало моего любимого мужа. Ну да. Э, ты кто? А, ой, Егорушка, а я тут мимо проползала. Лифт не работает. Так я подумала на метро. Да. Как дела? Как настроение? Как на работе? Говёна на работе. Из-за этого снегопада пришлось ехать на метро. Опоздал на три встречи сегодня, а там эти поставщики. Я тебе говорю, вот смотрю на него, а он на меня смотрит своими тупыми глазами, клипает. А мне вот так и хочется взять его, Захарю, и об стенку. На тебе, на тебе, на тебе. Ой, пошла-ка я домой, у меня, по-моему, утюг горит. Лиха, подожди. Приходите сегодня с Сашей вечером на ужин. Да, водочки выпьем, ну. А у нас сегодня не получится, а вот дней через девять. Наверное, зайдём, вот как раз и выпьем. Давай. Счастливо оставаться. Привет. Привет, Саньку, а? Ну, иди ко мне. Иди-иди-иди. Ну что, детка, рассказывай, как денёк прошёл. Ты знаешь, нормально прошёл. Так устала, так устала, никуда не ездила. Давай спать. Шесть часов вечера. Ну, я же говорю, что так устала, так устала. Давай спать. Подожди, ты же сказала, что никуда не ездила. Так я никуда не ездила. Я подумаю, так намоталась, так намоталась. Давай спать. Ян, что-то случилось? Ты меня любишь? Нет. Не любишь? Люблю, но нет, Яна. Да. Нет. Да. Опять? Да. Третий раз за неделю? Да. Сильно? Я не смотрела. Значит, сильно. Да ладно, хрен с ней. Как? Ну, она же застрахована. Теперь это проблемы не наши, а страховой. Правильно? Наверное. Что за «наверное»? Ты же застраховала машину вчера, как я тебя просил. Ну, ты знаешь, я хотела застраховать, а потом вчера поехала, а ноготь сломала. Заехала в салон, хотела сделать маникюр, но думаю, ну еще и педикюр сделаю. Потом мне сделали масочку и массажик, и страховую я не успела почему-то. Да черт с ней, с твоей Хондой. Починим ее и продадим к чертовой матери. Не фартовая она. Ой. А если не фартовая я, меня тоже продадим? Что ты такое говоришь, глупышка? Не фартовая. Яна, нет. Да. Яна, скажи, что ты шутишь. Ты трогала мой бумер? Я разбила твою машину, я от тебя ухожу. Да вали на все четыре стороны, мой их пятый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько ж тюнингов тюхано, ёква. Ты зачем ее брала? Ты что не видела, что за окном творится, а? Там же снегопад, люди нормально оставили машину под домом. Ну вот куда тебе надо было ехать, а? Страховать Хонду. Сильно? Я побоялась смотреть. А домой ты возвращаться не побоялась? А не кричи на меня, пожалуйста. А между прочим, Викинг Саша сказал, что это всего лишь железяка, что главное, что с ней ничего не произошло. Так у них москвич 412-й. Это реально железяка. А то, что с ней ничего не произошло, это чудо чудесное. Куда? В багажник. Ну хоть не ты виновата. Я. Яна, в стандартной ситуации, кто сзади, тот и виноват. Там не совсем стандартная ситуация. Что значит не совсем стандартная? Яна, ты что, хочешь сказать, что ты и вперед ее бахнула? Блин, Яна, вот только ты можешь за один день бахнуть бумер и вперед, и в зад. Не, в зад только бумер бахнула, а вперед в Хонде. Так, подожди, ты что, бумером в Хонду ухотила? Нет, сначала было наоборот. Давай с самого начала по порядку. Значит так, я не могла выехать из сугроба Хондой. Логично. Взяла твой бумер. Нелогично, ну ладно. Пристегнула трос к Хонде. Так. Вытащила ее из сугроба. И тут. И что тут? И тут позвонила Вика. Я с ней заболталась. Короче, я забыла, что у меня там трос прикреплен. И узнала только тогда, когда мне Хонда въехала, перед тем, как я остановилась, перешла к Баумам. Стоять! Где сейчас машины? На месте там остались. То есть ты еще свалила с места ДТП, да? Ну я просто так испугалась. Мне так страшно стало. Раньше я только одну из наших машин била. Давай скажем, что их украли. Давай сюда, права. Ну я вообще так не буду, правда. Яна, я уже слышал это много раз. И на парковке супермаркета. И в яме на СТО. И даже в подземном переходе. Яна, давай сюда, права. А когда я сбила полицейского, ты сказала, что правильно. Правильно, не надо останавливать Хонду с буковкой У. Яна, у тебя вообще чувство юмора есть? Я шутил. Ну, пожалуйста. Давай сюда, права. Давай быстро. Мне это все надоело. Все. Все. На этом все. Это что сейчас был за... Это были твои права. Подожди. Ты сказала, что ты затормозила возле шлагбаума. Но я когда заходил во двор, там не было машин. Ты перед каким шлагбаумом затормозила? Ту-ту. А теперь, внимание, самый главный вопрос. Ты затормозила перед шлагбаумом или после? Не жду. То есть? Что? Чай, кофе, ремень, секс, таблетки? Что? Я не понимаю, что ты от меня хочешь. Убить тебя. Я хочу тебя убить. Я тел голыми руками. Я беременна. Наконец-то, Янка. Ты сейчас... Ты серьезно, беременна? Нет. Это мне Вика сказала, чтобы я сказала. Когда ты меня будешь убивать. Ой. Это вот все, что осталось от вашей машины. Может быть, оставите на память? На памятник. Вам обоим. Надо говорить обеим. Я вернулась. Хорошо, солнышко. Я на кухне. Угу. Заходите открыто. Любимая, я вернулся. Ваня, ты... Я. Через столько лет, а зачем ты пришел? Не могу без тебя. Сколько сидел, с чего о тебе думал. Вот с какой бы бабой ни кувыркался, а все равно твое лицо вижу. Твои глаза. Ванечка, у меня совершенно другая жизнь. Я счастлива. А сейчас будешь в два раза счастливее. Да нет, у меня все вот это уже есть. Понимаешь? Вика, открой банку, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. А ты с коллегой по работе пришла? Ну ладно, я пойду, у меня голубцы выкипают. Это кто? Это мой повар. Повар? Офига себе ты поднялась, Виктос. Ё-моё, повар. Та-да, держи. Коллеги, скажите вам, тарелки обычные ставить или праздничные? Конечно, праздничные, повар. Мы с Виктосом 15 лет не виделись. Конечно, праздник. Вика, а можно тебя на секундочку? Конечно, мы по специям поговорим. Вика, это кто? Это мой бывший муж. Что? Сейчас я с ним разберусь. Молодой человек. Ты из тюрьмы вернулся. Чего? Вы голубцы, со сметаной или с майонезом будете? Мне пофиг. Ага. Стоять. С майонезом давай. Молодец, Женя, молодец, порешал. На самом деле, это не повар. А кто? Это мой близкий, родной человек. Он может быть ближе повара. Что? Ну, теперь все понятно. Что ж ты молчала? Что ж ты не сказала? Сынок! Сынка! Ё-моё, все ж сходится. Пять лет я на зоне, потом пять лет в бегах, потом опять на зоне. Сынок! Сынок! Мой сынок! Ну, блин, если не мой сынок, я башку оторву. Папка! Сынок! Папа! 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 Смотри-ка, какой ты у меня, а! Щуплый! Не моя порода, не моя. Я еще вырасту! Сынок! Сынок! Ну, давай знакомиться. Папа Ваня. Евгений Михайлович. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Иванович, конечно, Иванович! Конечно, Иванович! Ха-ха-ха! Сынок! Сынок! Это ж я теперь всю тебе любовь посверну! Всю! Мы с тобой будем на рыбалке ходить, на охоту ходить, под бабом! Бабы у тебя были уже, а? Одна. А теперь много будет, а? Я тебе каждую неделю сделаю сафари бабское! Ха-ха-ха-ха! Не-не-не-не надо, ему не нравится! Про сафари нормально! Нормально! Женя! Скажи ему правду! Да! Сынок, скажи правду! К маме заходили другие дяди? А? Ни одного! Правда, был один сосед заходил из девятой квартиры! Да! Денег у нас одолжил! А-а-а! Так это же мы у него одолжили! Ну, не важно, кто у кого он одолжил сейчас! Сынок! А? Знаешь, как я мамку твою люблю? Люблю я ее! А-а-а! Всегда любил! А-а-а! К каждому столбу ревну ее, понимаешь? Я тоже люблю! Я еще тогда, помню, подхожу к ее подъезду, а там хмырь какой-то трется! А в руках у него букет роз! Двадцать одна штука! Знаешь, что я с ним сделал? Я его вместо вазы использовал! Ха-а-а! 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 Женя, а что делать будем? Для начала розы в вазу поставлю! А-а-а! Ты че молчала? Ё-моё! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Да если б я знал, что у меня пацан растет, я бы на год раньше сбежал! Так поэтому и молчала! Ай, молодец! Да я тебя поцелую! Ё-моё! А-а-а! А-а-а! Соскучился! Ай, давай погоняем! Давай! Конячки! Ха-ха-ха! А-а-а! Ха-ха-ха! О-о-о! Смотри, папку не задушили! Сильнее, Женя! Сильнее! Ха-ха-ха! Ты силенок маловато еще пока! Иди, иди в свою комнату, поиграй! А мы с мамкой тут пооткровенничаем! О-о-о! Ой, цепочку сорвала у тебя! Во! Закатилась! Ха-ха-ха! Он даёт! Дай-ка палку какую-то достану сейчас! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Смотри-ка, палку уже принес! Вот смышленый пацан, а! Молодец! Слушай! Ну! Женя, если ты не скажешь, кто ты, это сделаю я! Смотри-ка! Смотри-ка! Значит так, на самом теле это... А-а-а! Папка, пойдем я тебе свою комнату покажу! Это не сын! А кто? Дочь? Чего? Да мы... В общем, он со мной спит. Да ладно. Ты чего? Да... Ты до сих пор с мамкой спишь на лоте, чего? Может, ты еще под себя ходишь? Вот сейчас первый раз. Ничего, батька вернулся. Теперь с батькой спать будешь. Да пойми ты, наконец, это мой новый муж! Муж? Ну-ка пойдем, муж, поговорим по-мужски. А Женя говорит, чего выходить на улицу, если он здесь тебе может в морду дать? Не-не-не-не-не-не, не только в морду, еще и кулаком в живот. По полу тебя, говорит, размажу, сердце вырву и сожру. Мама! Ты чего орешь, дитек? Жить надоело, я только прилегла. О! Жирный вернулся. Тебе че надо, чмо лысое? Марина Франсовна? Смотри, не забыл, не все мозги сковородой подшибала я тебе. Че ты приперся? Порешить вас! По-постороваться с Евгением Ивановичем. Михалычем. Михалычем. Здоровайся и вали! Давно с ней живешь в одной хате? С кем из них? С тираннозавром. Вы ее тоже так называете? Регина. Пять лет. Пять лет? Мужик. Я столько не протянул. Я полгода и в бега. Масовчик. Я извиняюсь. Больше не побеспокою. А, и это... Виктос, муж у тебя. Настоящий мужик. Пять лет строгача. Как? Слышали? Мужик. Слышь? Мужик, вали на кухню. Там голубцы выкипают. Васенька, внучек, ты бы мусор вынес. Сидишь целыми днями, в компуте свой играешься. А, внук этот, так, что там интересно в новостях? В эфире «Факты». В Киеве продолжается волна ограблений одиноких пенсионеров. Сегодня средь бела дня прямо в своей квартире была ограблена 85-летняя старушка. Злоумышленники украли 300 гривен и редкий чайный сервиз. Общая сумма украденного составила 305 гривен. Васенька, сиди дома, никуда не ходи. Вон что творится и куда только полиция смотрит. В том же районе новые полицейские ограбили пенсионера прямо в полицейской машине. По иронии судьбы, жертвой полиции стал пенсионер МВД. Это уже не первое преступление молодой и честной полиции против старой и коррумпированной. Вот и эти, куда же, когда же это все уже закончится-то? И напоследок. Очередной конец света планируется в 2018 году. Как утверждают астрологи, причиной может послужить новый календарь Укрпочты. Ужасное качество печати и 6 февралей просто убьет экономику Украины. У меня такое ощущение, что в телевизор со мной разговаривает. О, вот эта квартира. Здесь эта бабка живет. Ой, кого это нелегкое принесло. Бегу-бегу. 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 Ой, что ты сюда бежала? Бегу-бегу. А кто там? Это пришли счетчики на свет смотреть. А, силы тьмы явились. Убирайтесь в преисподнюю. А ну да я. Бегу-бегу. Кто там? Открывайте, это Жек. А это Клавдия Афанасьевна. Мы это самое, от начальника Жека. А я от Афанасья. Бабуля, открывай, это Жек. У нас уже месяц, как ОСББ. Об этом все знают. Но только бандиты не знают. Убирайтесь оттуда, бандиты. Кто там? Это ОСББ вас беспокоит. Откройте дверь, пожалуйста. А в ОСББ одни бандиты работают. Мне больше Жек нравился. Да я. Придумают организацию, потом... Кто там? Ваш внук в полицию попал. Не может дозвониться. Собираем деньги на выкуп. Это не мой внук. Если б мой внук в полицию попал, его б сразу генералом сделали. Вон он как своих бандитов в компьютере шпуляет. Кто там? Кто там? Кто там? Гол, что ж вы робите? Все, суседи, снизу. Вы нас заливаете кропом. Ой, ну и радуйтесь. У вас вода горячая бесплатно капает. А хотя нет, в следующем месяце я вам платежку принесу. Вместе заплатим. Кто там? Вы верите в Бога? После последней платежки за отопление не верю. Кто там? Бабушка, бабушка, откройте двери. Это мы, детки, котика вас его принесли. Вот придурки. Идите похоронить его обратно. Неделя назад. Кто там? Кто там? Бабушка, открывай, это мэр пришел. Гречку принес. О. Эй, у меня еще с прошлых выборов мешок остался. Будете раздавать черную икру, приходите. Открывай, бабка, хуже будет. Да я знаю, что хуже будет. Я ж новости каждый день смотрю. Кто там? Ой, беда пришла, открывай ворота. Усем подъездом на похороны собирает. Ой, неужели Никитична с 37-й квартиры? Она самая. Ой, радость-то какая. Наконец-то сдохла эта тварь старая. Вот ей, а не деньги на похороны. Вот фигу с табличкой на хруп ей прибейте. Хорош, Ванька, вылядь, ну. Кто там? Бабушка, открывайте, это коллекторская компания. Да. Кто-кто? Коллекторы. А, калеки вы. Ребят, извините, ничем вам помочь не могу, самой денег нету. Извините. Короче, выносим. Короче, выносим. Внук, выключи музыку. Бабушка уже колбасит. Здрасте, бабушка. Здрасте, что, открыто было? Открыто, открыто было, бабуля, открыто. А вы кто, ребят, из какой организации? Из той самой бабушкой организации, самой нужной. Помогаем пенсионерам рассчитаться с их долгами. О, это что, как тимуровцы, что ли? Тимуровцы, тимуровцы, бабушка. Помогаем пенсионерам избавиться от их квартир в загазованном центре города и перевозим их в село. На чистый воздух. А там лес, грибы, ягоды, орехи. Ребят, может, вы голодные, а? Не, бабушка, мы не хотим кушать, спасибо. Нет. Ты посмотри, а я вот пирожков тут внуку напекла. Ты посмотри, деньги у вас, значит, на пирожки есть, а оплатить коммуналочку нет. Вот, пожалуйста, должок у вас, 5000 гривен. Ой, это за год, что ли? Это за декабрь. Это, наверное, ошибка. Здесь, наверное, на весь дом. Нет, бабуля, это конкретно ваш долг. А, карточный долг и коммунальный, это святое дело. Надо оплачивать, бабушка. Ну, так у меня денег нету. Ну, все вот так вот, да, 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 да. А то там эти муровцы, бабушка. Да, совершенно случайно у меня с собой оказались целых 2000 долларов. Ого. И договорчик на куплю-продажу вашей квартирки. Так что, пожалуйста, бабушка, подписывайте. Так, где? Так, стойте, подождите. А че так дешево? За квартиру в центре 2000 долларов. Так, рынок недвижимости, бабушка, рухнул. Понимаешь, в центре пенсионерам квартиры бесплатно дают. Лишь бы коммуналку оплачивали. Правда? Ну, я бы, конечно, взяла себе для внука еще квартирку. Но я и эту оплатить не могу. А так у вас появляется куча денег. Оплатите коммуналочку. И хватит вам еще денежек, дом в деревне купить. Давайте, подписывайте и с чистой совестью в чистую березянку. Ой, сейчас, сейчас. Очки. Где-то очки были. Все, я сейчас. Так, короче, вот это вот вынесем. Вот это вынесем тоже. А что вынесем? Очки выносите, говорю. Ай, внучек, Васенька, бабушке очки принеси. Плохо вижу. Ой. Здрасте. Здрасте. Это внучек мой, Васенька. Ребята, где подписывать? Да подождите, подписывать-то. Да. Надо же проверить все, чтобы ошибок не было. Ну, конечно. Фамилия ваша как? Тверостюки. А, ну, а... А, а мы Поросюков ищем-то? Ага. Поросюки нам надо, извините, ошиблись. Счастливо. Стойте, ребята. Вы же еще что-то вынести хотели. Эм, это... А, мусор вынести хотели. Ага. Что? Мусор, мусор. Мы же эти, тимуровцы. Кто? Васенька, это калеки. Да. В социальной службе хорошие ребята помогают пенсионерам. Не то, что ты. Железяки свои тягаешь, камнями бросаешься, самолеты зубами таскаешь. Кому это надо. Вот, бери пример с ребят. Они у пенсионеров скупают всякий хлам и выносят. Вот. Да, мы тут глянули, хлама у вас вообще нет. Почти все новое. Да, мы пойдем. Эй, гирьку не хотите прикупить мне? Дешево отдам. Гиря нужна вам? Да. Да. Только денег у меня нет, надо в машину за деньгами идти. Ага. Стой! Ты же мне только что к две тысячи долларов предлагал. Вот же они в кармане у тебя. Забыл-ка века. Вы, 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 вылетела. Вот, мальченька. Есть. Вот. Тихо, тихо, тихо. Не дави грыжу. Мы завтра с этими, с краном придем. С игрушеками, ага. Стойте, ребята. А так вы же хотели квартиру купить. Чью, нашу? Да, ребята хотели купить. А я кассина? Да, вот в договоре указано. Странные ребята, говорили не голодные, сами бумагу жрут теперь. До свидания. Друзья. Стоп. Вот, Вася, ребята еще сказали, что пенсионерам бесплатно квартиры выдают в центре города. А-а-а. Мне же положено. А-а-а. Хлопчики, а у вас какие квартиры? У меня одна комнатная. А у меня одна двухкомнатная. А Васенька как раз о трешке и мечтал. Выделите бабушке трех комнат, но я, конечно. Да, обязательно. Мы пошли за ключами и документами. А-а-а. В эту они зашли, да? А-а-а. Ну что? Че так долго с одной бабулькой возитесь, коллеги? А вы что, тоже тимуровцы, ребята? Тимуровцы, тимуровцы. Тимуровцы, да. Ха-ха-ха. Тимуровцы, да. Тимуровцы, нормальные ребятчики. А-а-а. У них точно бабки есть. Они от меня... Позавчора, да? Жигулы купили за 50 тысяч долларов. Классная тачка. Ты уявляешь, так поспешали придбати, что догнали меня сзади. Ой, молодцы. О, а штангочку купил мне. Штангу недорого. Хотел всегда. За двадцятку зелье. Да нет, недорого. Недорого. И блины. И блины за десятку. Письмем. Да, сейчас как раз масленица. Акция, акция, расшродыш. Расшродыш. Эй, эспандер для вас есть. Пошли, покажи. Да. Я давно хотел ходить. Я всегда ходил в паспорт. Спасибо. Хочется, конечно, вот. Спасибо. Боже мой. Марина Францевна, идите. Первый раз всегда очень трудно и волнительно. Идите. Иди, вы поймите, я не могу. Это ниже моего достоинства. Это тоже ниже моего достоинства, но я же пришла. Я не могу. Я не могу. У меня образование. У меня образование. Дамы. Искали меня? Он уже тут. Я не могу поднять глаза. Что вы хотели? Мы являемся представителями профсоюза нашей швейной фабрики «Касая строчка». У нас скоро корпоративчик, день швеи. И мы бы хотели заказать у вас... С... 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 Триптизеров. Раньше к нам приходили? Нет, конечно. Только как физическое лицо. Марина Францевна... Какие-то особые пожелания? Да. Хотелось бы, чтобы у них были все части тела и... и... и все. Ну, это понятно. Я имею в виду азиаты, мулаты, молдаване, румыны. Славяне хочется своего по-домашнему. Рост, объем, вес. Боже, я не думала, что у вас такой выбор. Я думала, мы будем выбирать, как в нашей столовке. И сосиски в тесте, и котлеты по-киевски. Ха-ха-ха. Но нет, у нас большой выбор... Хот-догов. О-о-о. Боже. Как он это сказал, хот-догов. Аж жрать захотелось. Мужчина, я вас прошу, не томите. Показывайте, кто у вас есть. Парни, выходите. Дамы, здесь стриптиз, а не кружок помощи, истеричка. Я прошу прощения. О, это мышечный спазм. Ущипни меня, чтобы я поверила, что это не сон. Ага. Да не ты ущипни. Вот этот первый красавчик пусть меня ущипнет. А ты второй можешь меня даже укусить. А ты в таких трусиках, ты не хочешь тетеньку отшлепать? Тетя Атякя. Сейчас умру. Эти трое, между прочим, лучшее, что у нас есть. Так сказать, всадники апокалипсиса. Виктория Сергеевна. Да. Слушайте, давайте возьмем всех троих, поедем ко мне на дачу и горягнем этот корпоратив и эта фабрика. Да. Согласна. Меня впервые заводит тот средненький. Заводит больше, чем Олег Винник. Скажите, пожалуйста, а кубики у них настоящие? А вы что, не видите? А можно их лизнуть, а то я глазам не доверяю. Дама, держите свою подругу в руках. Если побежите вы, я вас уже не удержу точно. Я не доставлю вам такого удовольствия. Я не побегу, но мы все-таки берем товар. Мне хотелось бы их потрогать, пощупать. А вы что, сомневаетесь, что ребята справятся? Я сомневаюсь, что это вообще люди. Это какие-то секс-машины. Боже мой! Я только сейчас поняла, почему Королева развелась со своим Николаевым. Скажите, а можно их посмотреть в деле? Это Цезарь. Боже мой! Опять это слово «Цезарь», салат. Опять... Жрать хочу. Если третий будет компот, я вообще помру. Цезарь, покажи, что ты можешь. Боже мой! А-а-а! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа А сигаретки не найдешь? Что с вами, девушка? Ну, знаете, когда бабочки внизу живота порхают? Я вас понимаю. Так вот у меня там бабры шкрябаются. Это и здесь слышно. Скажите, молодой человек, скажите, а они пьющие? Конечно, нет. Тогда у нас нет шансов, вставай. Парни каждый день по шесть часов в спортзале. Справки об отменам здоровья и, между прочим, владеют английским языком. О, да! Для меня, как для руководителя HR-отдела, язык это очень-очень важно. Мы бы их взяли, если бы они даже были слепые и глухие. Молодой человек, вы сказали, что это всадники апокалипсиса, да? Скажите, пожалуйста, а можно их объездить? Да, я бы поскакала, поскакала бы. Успокойся, ну. Так сказать, провести тест-драйв. Девочки, оплачивайте и скачите. Сколько хотите. А сколько стоят эти атланты любви? Каждые пятьсот долларов. Вы знаете, когда мы пришли сюда, мы хотели бы заказать не на месяц, а на несколько часов. Это оплата за час. А может быть, тогда они не будут танцевать, а просто за доллар за сто пятьдесят постоят голенькими, а мы сами дофантазируем? Вы знаете, молодой человек, у меня чисто бухгалтерский вопрос. А может быть, мы это мероприятие проведем как семинар, чтобы на растраты положить? Сожалею, дамы, но мы работаем только за наличные. Черт. Виктория Сергеевна, пятьсот долларов – это моя полугодовая зарплата, между прочим. Понимаю. Ну, может быть, тогда мы возьмем Цезаря и отменим Монатика? Как мы можем отменить Монатика, если мы его взяли по бартеру за шапочки? Да, да, согласна, согласна, согласна. АПЛОДИСМЕНТЫ Отшивались, вы же помните. Вот. Помню, строчились. Молодой человек, хорошо, подождите, Боже, это так волнительно. Скажите, скажите, в конце концов, есть ли у вас что-нибудь по акции или по скидкам? Ну, что-нибудь. Да, можно всех посмотреть? Да. Боже, я всегда мечтал это сказать. О-о-о-о. Есть, конечно. О-о-о. Не ликвид. Будете смотреть? Чёрт с ним. Да. А и вы двое, идите сюда. Полюбопытствую. О-о-о. Привет, коллеги. Ага, да. Парни, вы свободны, спасибо. Только дверь закройте, чтобы я не слышал, как вы ржать будете. Ага. Куда они уходят? Ну, вот, вот, как я и подозревала, придётся выбирать из сосиски в тесте и котлеты по-киевски. Извините, пожалуйста, я в Боярке живу. На Киев ещё не накопил. Молодой человек, когда я говорила вам по акции, я имела в виду хоть что-нибудь за деньги, а не бесплатно. Да, но хотелось бы заплатить за удовольствие, а не из жалости. И, честно говоря, когда мы говорили «посмотреть всех», мы имели в виду ходовой товар, а не уценёнку на складе. И если вы думаете, что нас интересует только причинное место, то вы глубоко ошибаетесь. В таком случае мы можем наливать больше нашему сторожю дяде Васе, который все праздники заканчивает голой жопой. Да, нас интересует искусство. И если вы, пользуясь своим положением, хотите нам втюхать своего электрика и побора, то у вас ничего не выйдет. Послушайте, дамы, в каждом бизнесе есть премиум, класс эконом, а есть социальные гарантии. А это, я так поняла, гуманитарка, да? Да. Так сказать, секонд-хенд из Европы. А почему сразу из Европы? Беларусь это Европа. Ладно, сколько стоят у вас эти экспонаты-кунсткамеры? Этот 100 баксов, а этот 50. Ну было же 60. 60? Я думала, вы за еду работаете. А что, за еду работаем? Никто у нас за еду не работает уже. Потому что женщины заводятся, потом не могут удержаться, а потом кое-кто теряет форму. А скажите, пожалуйста, а можно их посмотреть голенькими? А то не хочется покупать кота в мешке, тем более тут могут оказаться котята. Может, для начала хотя бы познакомитесь? Да. Ребята, представьтесь. Валерий. Рикардо! В смысле, Михалыч, какой Рикардо? Ты что, можно имена менять, что ли? Конечно. Тогда я... Терминатор! Терминатор! А все! А я тогда... А я тогда... Терминатор 2! Жидкий, наверное. Наша самсада подойдет, он сразу и потечет. А скажите, пожалуйста, а почему это у вас такие странные клички? Вам больше подойдет сколиоз и холестерин. Нет, даже больше... Гипертония и анорексия! А че это я сразу анорексия? Это я анорексия. Я тоже хочу быть анорексией. Похудеешь будешь. Похудею тут с ними. Лёлик и Болик в период полового созревания. Чайкушка и 07! Шрек и Ослик. Да. Послушайте, дамы, ну дайте ребятам шанс. Ну... Давай, анорексия, покажи, на что способен. Руки твои сильные Ты защитник слабого Мысли твои верные Ты на очи глупого Глаза твои Женщина, что вы бьетесь? А чего ты щиплешь-то? А деньги? У меня тут карманчик специальный есть. Для мелочи? У меня в виду монетки. Да, мы так и поняли. А Шрек что-нибудь нам покажет? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! КОНЕЦ КОНЕЦ Что это? Это что? Терминатор? I'll be back! I'll be back! Ну что, девочки, берёте? КОГО ЭТИХ ДВУХ?! Берём! Да! Знаете, молодой человек, мы берём ЦЗРЯ... Боже мой, какое слово! ЭТИХ ДВОИХ ВМЕСТО ДЯДИ ЖОРЫ ХОЧЬ ПОРЖОМ! Спасибо! Аккуратненько! Ищешься новый клуб! Круто! Так, в стиле лофт, да? Ой, скажите, пожалуйста, а тут есть караоке? И где наш столик? Вот, пожалуйста, у вас отдельная вип-комната! Вау! Значит, официант, и нам, пожалуйста, мохито с лодкой! А, да! Женщины! Вы, вообще-то, оглянитесь, где вы находитесь! Вика! Что? Вика, это не клуб и не караоке! А что? Вика, это квест-комната! Вика, это квест-комната! Вау! Значит, так, мы берём подсказку, где здесь выход! Да! Вы сейчас договоритесь, что эта квест-комната станет для вас домом родным! Янка! Янка! Янка, а где Марина? О! Марина! А она же в машине ехала! Прямо в руки, я специала! Мне больше нравится мир в хламе! Марина! Здрасте, девочки! Ой, здрасте, здрасте! Вот и все! Так, спецназ, спецназ, подразделение Альфа, можете быть свободны, дальше мы сами! Э-э-э-э! Котя! Может, спецназ пока оставим, а? Да, подождите за дверью! Да, мы, кстати, заказывали мохито с восхой! Да! И бутылку коньяку! Какой коньяк, какое мохито! Вы находитесь в полиции, перед вами офицер, младший лейтенант! А мальчик молодой, все хотят по тобой. Вариша, подожди. Ладно. Подожди, что вы сказали, где мы? В полиции. Я тебе говорила, что ты найдешь проблемы на свою. Ай, плохая, ай, плохая, ай, плохая. Янка, не пыли. Не пыли, ну. Подожди, а как мы тут оказались? А вы не помните? Да мы за вами уже три дня с восьмого марта охотимся. А за некоторыми с нового года. Что значит с нового года? А сейчас какое число? В вашем случае лучше спрашивать, какой сейчас месяц. Ну, ладно, я понимаю, встретили восьмое марта. Но дальше-то что праздновать? А дальше был день Шевченко. Дрожавный связан, между прочим. Ну, допустим. А дальше? А потом? Пятница. И выходные! Крушит голову Айлубаду! Голову Айлубаду! Ну, хорошо, но дальше-то идут рабочие дни. А я домохозяйка, я могу и в будни пить! Ранее уголовные ответственности привлекались? Конечно! Это ж не первая восьмое марта в моей жизни. Марина, не надо усугублять! Я прошу прощения! Усугублин! Короче, молчи, Марина! Слышь, младший лейтенант! А ты еще знаешь, кто мой муж? Он у меня капитан! Яна, он у тебя капитан футбольной команды. Блин! Ну, это ж по званию выше! Ой, в общем, все с вами понятно. Будем сейчас вас оформлять. Ты кого назвал оформлять? Да я говорю, протокол оформлять. А, я прошу прощения, мне не тупо слышалось. Итак, на вас поступило 17 заявлений. Одно из которых – изнасилование. Я прошу прощения, 18 заявлений. Здесь еще одна попытка изнасилования. Какая еще попытка? Мы просто с этой вот на заднем сиденье в машине ехали. Попытка не пытка. Ну так, а чего ж ты раньше молчал, а? Раньше она не в клетке была. Так, все, вам трындец, я звоню, ясно? А, любимый, забери нас из ментуры, нас повязали. На, с тобой хотят поговорить. Алло, не сможете приехать. Говорит, не сможет приехать. А спросите, почему? Ну так понятно, почему. У нас тут связь плохая, а вы, смотрите, вы антенку не достали. Вот так вот. И можно звонить, понимаете? А у вас не будет агайку? Так, хватит поясничать. Вот мы с вас и начнем. Фамилия? Бу-бу-бу-булитка. Бу-бу-бу-булитка? Нет. Буль-булитка. А, буль-бу-булитка. Нет. Да. Кем работаете? Преподаватель этики и эстетики. А, значит, когда мы вас задерживали, это вы матерились в стиле Есенина. А вы разбираетесь, да? Возраст. А у женщины не этично, а спросите про возраст. Хорошо, тогда пишу на глаз. 38. Э, мне 27. Ага, значит, реально 32. Девки, это матерый мент, он меня сразу раскусил. Дальше вы. Фамилия. А какая у меня фамилия? Как у твоего мужа? А у мужа? Какого? А у последнего? Плюнь! Украйнего! Серёжа! Серёжа! Да я фамилию спрашиваю, а не как мужа зовут. Пишите, как у неё! Бульбулитка? Да! Вы что, сёстры? Да, близнецы! О, оно и видно. Так, дальше вы, женщина. Женщина. Всё! Её теперь может разбудить только секс. Пусть спит. Так, что значит, пусть спит? Иди и буди. Ну, вы же слышали. Её может разбудить только секс. Так, сержант, это приказ. Жёсткие у вас приказы. Женщина. Женщина, вставайте. Женщина. Женщина. Ну, всё! А вот теперь точно секс! Помогите! Называйте полицию! Ну, мы как бы сами полиция. Верните спецназ! А-а-а! Сорвался! Женщина. Вы что, вытворяете? Вам мало? На вас написано 17 заявлений. Вот, полюбуйтесь только. Господи, да успокойтесь. Они все в трёх экземплярах. Вот. На, жуль. Таксист пишет. В машине которого вы устроили настоящий беспредел. А именно, вылезли в люк и орали во всё горло. Ну и что? Это, между прочим, была моя мечта ещё с выпускного вечера. А то, женщина, что изначально люка в машине не было. Да. Вот, пожалуйста, дальше. Ограбление секс-шопа. А это не мы! А кто? Это я! Марина, ты когда успела? А мне нужно было после стриптиз-бара чем-то догнаться. Здесь, тихо. У меня есть план. Мальчики! А кто из вас плохой? А кто хороший полицейский? Аху! Да. Ну вот. Плохого отдавайте мне. А я его накажу. Я хороший. Хороший мой, я хочу признаться, у меня с собой наркотики. А вот это уже серьёзно. А ну-ка, обыщи её. Нет, второй раз я на это не поведусь. Так, сержант, это приказ. Ты слышал, что тебе старшие по званию приказают? Хорошо. Я увольняюсь. Так, сержант, стоять! Во-первых, ты мужик. А во-вторых, я её буду держать. На прицеле. Женщина, руки. Руки! Ладно, ладно. Ладно. Ну, иди ещё. Выше. Ещё выше. Вот здесь. А-а-а-а! Но здесь же нету никаких наркотиков. Упс! Потеряла! Всё, можем продолжить. Вот, пожалуйста, дальше. Украли платье, это уже серьёзно. А вот это не надо, давайте разбираться. Между прочим, мы его по акции купили. По какой акции? Разбей витрину ночью, получи платье в подарок. Не, ну мы же денежку охраннику оставили. Да? А надругались вы над ним просто так? Мне просто так. У него не было сдачи, вот я и взяла натурой. А вы ничего не докажете. Как только он выйдет из комы, женщина, мы всё докажем. Так, всё! Мы вскрываемся. Хотите правду? Мы выполняли государственное задание. Какое ещё государственное задание? Расскажем им, девчонки. Да. Нам надо было узнать, где в Киеве после 23.00 продаётся алкоголь. И где? Где-где. Везде! Давай-давай-давай! Так-то ну успокоились! Обезьяны! Веселитесь, судите. Наверное, не знаете, что судя по количеству заявлений, вас гражданочки будут судить. Тогда я требую своего парикмахера. Может, адвоката? Парикмахера. Я в суд с такой прической не пойду. Более того, я с такой прической с адвокатом встречаться не буду. А я буду с ним встречаться, а он симпатичный. Вика, ты замужем? Хуй, а? А, да. Я отказываюсь от адвоката? А я от адвоката не откажусь. А скажите, гражданин начальник, а если они отказались от своих адвокатов, можно мне всех троих? А? Так, женщины, вы если не закончите поясничать, я вас тут закрою на трое суток до понедельника. Подождите, как до понедельника? А сегодня какой день? Пятница? Пятница, пятница. А у вас не получится нас закрыть? Это почему? Потому что сегодня в стриптиз-клубе женский день. И что? И вход, Марина, свободный. Крошки мои, за мной! За тобой! Так, сержант, останови их. Ага, сейчас, их там спецназ остановит. Ребята, куда вы разбежали? Мужики, не убегайте! Стойте, мужики! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Абсолютно! Корректор А.Кулакова